В эфире парламентский вестник. Меня зовут Кира Мартынова. Здравствуйте. В ближайшее время в Буденновском округе планируют реализовать два инвестпроекта на базе крупного промышленного предприятия, которое базируется там. О перспективах развития газохимического комплекса краевые депутаты говорили на выездном совещании. А еще региональные парламентарии обсудили проблемы обращения с твердыми коммунальными отходами и планируют расширить меры соцподдержки для детей-сирот. Обо всем по порядку. Далее. Буденновск встретил гостей пасмурным небом, ветром и морозом. Поэтому экскурсию по территорию предприятия для краевых депутатов решили сделать обзорной. Об одном из крупнейших производственных предприятий региона и так информации хватает. Сегодня оно производит полиэтилен, пропилен, винилоцетат, бензол, сухой отбензиненный газ. Мощность завода 300 тысяч тонн полиэтилена, 120 тысяч тонн полипропилена и больше 2 миллиардов кубометров газопереработки в год. Компания реализует ряд инвестиционных проектов. Для переработки газа месторождений Северного Каспия построили установку и первый пусковой комплекс. Провели техническое перевооружение установки этилена и реконструкцию производства полиэтилена. Реализованы и другие проекты. А в ближайшее время компания намерена воплотить в жизнь еще два. Построить вторую газоперерабатывающую установку и газохимический комплекс. Сводом в их эксплуатацию этих объектов, конечно, окажется позитивное влияние на развитие нашего края. В первую очередь, наверное, речь идет о том, что при строительстве будет создано более 6 тысяч рабочих специальностей для введения и завершения строительства. А после ввода объектов в эксплуатацию здесь будет создано 600 рабочих мест. Предприятие ведет и активную социальную работу. Строит жилье для работников, детские сады, спортивные и культурные объекты. С реализацией новых инвестпроектов в планах компании и развития инфраструктуры города. Это жилой дом, а также инфраструктурный объект, который будет строиться, это водовод. Вот все по совокупности окажет позитивное влияние на развитие экономики Ставропольского края. Безусловно, придаст импульс развитию города Буденовска. Ну а мы укрепимся в качестве городообразующего предприятия. В планах компании строительство газопровода до Невиномыска и подключение его к Невиномысской ГРЭС. Еще одно перспективное направление – производство азотных удобрений. Запланировано строительство завода по производству аммиака, что даст краю еще 600 новых рабочих мест плюсом. Первая задача – это решить все вопросы в рамках земельных отношений. В связи с тем, что ряд есть смежников, которые имеют разные виды собственностей, и в этом вопросе занимается и правительство, и дума. Ну и второе – это принятие законов, которые способствуют нормальному инвестиционному и перспективному развитию любого предприятия. И 62 субъектов Российской Федерации. Ставропольский край в рамке губернатора Ставропольского края Владимира Владимировича и при поддержке Думы сделали мощный инвестиционный шаг. Мы подписали ряд серьезных документов, которые дают право и перспективы развития нашего завода. В ходе совещания участники обсудили меры господдержки газохимического комплекса, в частности, обеспечение его внешней инфраструктурой водоснабжения. Как прозвучало, планируется строительство водовода от Грушевского водохранилища, который должен обеспечить водой технологические объекты предприятия, а также ряд населенных пунктов района. На сегодняшний день мы видим, что есть вопросы по водоводу, мы их, так сказать, еще раз отработаем по водоводу. Есть вопросы по, скажем, подготовке ресурсов, людских ресурсов, ну и ряд других, которые сейчас будут учтены, и они, как бы сказать, в пояснительной записке или, скажем, протоколе будут оформлены и направлены в те министерства ведомства, которые курируют эти вопросы. Вот живой организм, он всегда требует, скажем, корректировки. Вот эти вопросы совместно с руководством завода, с министерством промышленности, Минеком, так сказать, мы отработаем и доведем их до логического завершения. Также обсудили вопросы обеспечения предприятия квалифицированными кадрами их обучения и преподготовку. Коснулись и поставки, замены ремонта оборудования в условиях санкций. А уже в Ставрополе на заседании комитета по образованию депутаты обсуждали изменения в краевом законе о доп. гарантиях для детей-сирот. Документ приводит в положение регионального закона в соответствии с федеральным законодательством. Законопроектам предлагается расширить категорию лиц, имеющих право на социальную поддержку государства. До настоящего времени полное государственное обеспечение и дополнительные гарантии по социальной поддержке распространялись на лиц в возрасте от 18 до 23 лет, потерявших период обучения в профессиональных образовательных организациях обоих родителей или единственного родителя. Принятие законопроекта позволит предоставить аналогичные меры социальной поддержки лицам в возрасте от 18 до 23 лет, у которых в период их обучения по программам основного общего среднего общего образования умерли оба родителя или единственный родитель. Документам предложено предоставить возможность детям-сиротам, стоящим в очереди на жилье, регистрироваться по адресу администрации населенного пункта, где они проживают. Это упростит им трудоустройство, оформление детей в детские сады, постановку на учет в центрах занятости населения и оформление социальных пособий. Мы сегодня говорим о том, что категория ребят увеличена, программы обучения, в течение которых, к сожалению, сложились такие трагические условия, и ребенок потерял родителей, они расширены, и, соответственно, права и возможности таких ребят учтены уже в более серьезном, широком масштабе. Также на заседании обсудили поправки в закон об образовании. Законопроект предлагает выплачивать стопроцентную компенсацию на каждого ребенка, посещающего государственный или муниципальный детсад тем семьям, где есть участники специальной военной операции. Таким родителям относятся граждане Российской Федерации, проживающие на территории Ставропольского края, заключившие контракт об участии в специальной военной операции, проводимой на территории Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики с 24 февраля 2022 года и направленные военным комиссариатом Ставропольского края для участия в специальной военной операции, так называемой добровольцем. Таким гражданам выплачивается компенсация в период их участия в специальной военной операции, увеличенная на 30 дней. И также граждане Российской Федерации, проживающие на территории Ставропольского края, призванные на военную службу по мобилизации. Эта мера устанавливается взамен уже существующей материальной поддержки воспитания и обучения детей. Сегодня родителям частично компенсируют оплату за детский сад. Если закон примут, то он вступит в силу с 1 января 2023 года. Об обращении с твердыми коммунальными отходами в том числе говорили на заседании Общественного совета при Краевой Думе. Как отметили участники, сейчас остается ряд неурегулированных на федеральном уровне вопросов, связанных с накоплением, хранением и утилизацией ТКО. Юрлица должны платить за обслуживание, даже если больше не осуществляют свою деятельность. Также в правовой вакуум попадают строительные отходы, которые в соответствии с законодательством не относятся к ТКО. Вопрос номер 4. В соответствии с федеральным законом 89 ФЗ медицинские отходы не относятся к ТКО. Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации в своих письмах однозначно указывает, что такие отходы не являются ТКО. Однако в связи с неоднозначными формулировками в САНПИН органы прокуратуры высказывают мнение, что медицинские отходы класса А относятся к ТКО. Для Ставропольского края данная проблема является наиболее актуальной в связи с большим количеством расположенных на территории КМВ, санаториев и других медицинских учреждений. Тут маленькая ремарка. Они заключают договоры на медицинские отходы, это небольшой объем. А по остальному региальный оператор зайти туда не может. Проблемы возникают у потребителей, у которых в собственности несколько жилых помещений. Вывоз мусора они должны оплачивать везде, а не только там, где проживают. Вопросы и качество оказания услуг, точнее контролю за ним. Законодательно не определен орган, который за это отвечает. А еще регоператор не обязан убирать контейнерные площадки, что, по мнению участников заседания, тоже неправильно. Необходимо закрепить обязанность по уборке контейнерной площадки для накопления ТКО за оригинальным операторами по обращению с ТКО. Так на контейнерной площадке накопление ТКО осуществляют потребители, к домовладениям которых региональные операторы не подъезжают. Помимо этого, члены общественного совета обратили внимание представителей Краевого министерства ЖКХ на качество работы региональных операторов в графике вывоза мусора. Общественники попросили выйти в Госдуму с законодательной инициативой, чтобы решить накопившиеся вопросы. Также члены совета обсудили развитие добровольческого движения в крае. По информации регионального министерства молодежной политики, на Ставрополье работают 530 волонтерских объединений. В них задействовано около 40 тысяч человек в возрасте от 14 до 35 лет. В крае развиваются 8 направлений, по каждому работает координационный штаб. В этом году проекты волонтерских молодежных объединений были поддержаны грантами из регионального бюджета. На их реализацию направлено более 20 миллионов рублей. Сейчас добровольцы помогают семьям мобилизованных ставропольцев, вынужденным переселенцам из зоны проведения специальной военной операции. Общественники призвали органы власти совершенствовать механизмы поддержки волонтерских организаций и объединений. Также на заседании подвели итоги работы совета за этот год и утвердили план мероприятий на 23-й. Все те вопросы, которые мы подняли, они в соц. не то что каждый день висят с утра до вечера. И твердые бытовые отходы, и реализация программы государственной по утилизации. И сам подход к общественному совету по результатам работы как раз осуществляет контрольные функции за деятельностью Думы Ставропольского края. Все те темы, которые мы решаем, общественный совет считает, что мы недостаточно актуально решаем, и продвигает свои позиции, связанные с контролем, связанные с решением конкретных задач. Поэтому я считаю, что деятельность общественного совета очень актуальна в настоящее время. Да, она всегда была актуальна. Почему? Потому что их позиция, позиция народа. А в день Конституции спикер Краевого парламента Николай Великдань вручил паспорта юным ставропольцам в стенах Думы. Первый взрослый документ получили 30 подростков. Такой-то неделя была для региональных депутатов. Это был парламентский вестник. Меня зовут Кира Мартынова. Оставайтесь на своем.